Мальдивы Рай, да и только. Жарковато, правда, чуток. Вечерний вылет местными авиалиниями. Крошечный двухмоторный самолетик внушает опасения. Уж больно маленький. Но не мы первые, не мы последние. Угнездились в креслах. По бортовой трансляции звучит молитва. Защита у нас есть. Ну, с Богом поехали. Мальдивы Мальдивы – это цепь из 26 атоллов, состоящих из 1192 коралловых островков, которые возвышаются над уровнем моря всего на 1-2 метра. Атолл Хуватху. Расположен он на первом градусе северной широты, то есть практически на экваторе. Страна довольно плотно заселена. На 1 квадратный километр суши приходится примерно 1340 человек. Это много. Тесноват тропический рай. Кокосовые пальмы на берегу. Основная здешняя сельскохозяйственная культура. С остальным плоховато. Плодородной земли мало. Все продукты питания в основном привозные. Главная сфера экономики – туризм. Без него совсем труба. Поэтому дайверы тут в почете. Семь дней мы будем жить на корабле «Император Лео». Он большой, длиной 35 метров и мощный. Развивает скорость до 12 узлов. Комфортабельные каюты располагаются на двух уровнях. Рассчитаны на 24 пассажира. Кают-компания вместительная. На верхней палубе лежаки. Можно загорать или валяться на ветерке под тентом. Даже джакузи есть. Набрать которую за все время ни у кого руки не дошли. Не до того было. Днем наш плавучий отель стоит на якоре внутри Атолла. А к местам погружений мы подходим на вспомогательной лодке. Такие на Мальдивах называют «Дони». Наша Доня большая. По сути морское судно. На переходах в открытом океане идет самостоятельно. Даже ночью. Команда 3 человека. Вместимость 27 человек. Дайверы и 3 гида. На ней находится компрессорная станция для заправки баллонов. А еще верхняя палуба, где можно погреться на солнышке после часа под водой. И душ, чтобы смыть с себя соль. Большую часть дайвов на Ахуватху мы сделали в проливах. Между составляющими коралловый риф отдельными островками. В Полинезии такие называют Моту. Уровень воды в океане и внутри Атолла разный. Он зависит от приливов и отливов, вызванных изменениями положений Луны и Солнца относительно Земли. Поэтому в соединяющих эти бассейны протоках постоянно действуют сильные течения, динамика и направления которых за сутки периодически меняются. Мощные струи несут с собой пищу, которая привлекает косяки рыб. За ними приходят хищники, увидеть которых и есть наша цель. Схема у этих дайвов такая. Заходим в открытом океане, рядом с краем пролива и падаем в глубину. Нас постепенно увлекает течение и выносит на край барьерного рифа, где надо зацепиться крюками и болтаться на веревочке, как воздушный шарик. Ничего другого практически не остается. Сопротивляться течению очень трудно. И перед нашими глазами проистекает морская жизнь. Над рифом ходят рыбы, окуни, хирурги, попугаи, ворчуны, бабочки. Коралловые полипы процветают только в чистых морях тропиков. Для них важна температура воды и ее соленость. Глубже 50 метров практически не растут. В случаях, когда они окаймляют вулканы, образуются атоллы, типа мальдивских. Кораллы занимают лишь одну десятую поверхности мирового океана. При этом их площадь уменьшилась с конца прошлого века на треть. А между тем, с ними связана жизнь около восьми из примерно 20 тысяч видов рыб. Если процесс не остановить, земля в скором будущем может лишиться своей житницы. Торопимся увидеть тех, кто пока еще уцелел. Чуть дальше от рифа в синьке гуляют крупные хищники. Самые распространенные здесь темноперые или индо-тихоокеанские серые акулы. Они гуляют компаниями и поодиночке в открытой воде и к нам близко не подходят. Опасаются незнакомых, извергающих пузыри воздуха существ. Стремительные и подвижные они охотятся на костистых рыб и головоногих. Днем собираются группами у обрыва кораллового рифа. По ночам ведут промысел обособленно. Как и прочие из своего семейства размножаются живорождением. Самки ежегодно приносят от одного до шести акулят. Случаи нападения на человека известны. Их немного, но надо быть предельно осторожными. Эти акулы относительно невелики. Максимальная длина 2,5 метра при весе чуть больше 30 килограмм. Но способны нанести серьезные травмы. Могут напасть, если их преследуют, блокируют путь к отступлению. Спровоцировать атаку может даже вспышка фотоаппарата. Признак агрессии характерная сгорбленная поза. Акулы поднимают рыло, опускают грудные плавники, выгибают спину и сгибают тело в бок. Если увидели такое, немедленно, без суеты удалитесь, обернувшись лицом к сердитой, зубастой рыбине. Белоперые рифовые акулы. Максимальная длина чуть больше полуметра. Эти от рифа далеко не отходят. В тропиках встречаются часто и повсеместно. Случаи нападения на человека были, но лишь спровоцированные самими людьми. Ну не надо акуле пальцы в пасть совать. К сожалению, являются объектом промышленного промысла ради их мяса и печени. А рожают они не по многу. Максимум 6 детенышей за раз. Поэтому уязвимы к перелову. Их все меньше с каждым годом. А вот близких родственников первых двух. Черноперых рифовых. Тут почему-то было мало. Лишь одна мимо нас прошмыгнула. Обычно они чаще встречаются. Хищные рыбы помельче здесь представлены в изобилии. В синьки ходят барракуды, морские щуки. В стае собирается молоть. Взрослые особи предпочитают охотиться в одиночестве. Рыбы-наполеоны или губаны-маори. Характерный вырост на лбу, напоминающий треуголку известного императора, придает им слегка мультяшный вид. Однако это тоже хищники из отряда окунеобразных. Тунцы и ставриды всегда сопровождают акул на охоте. Крупные ходят в глубине, а возле рифа носятся шустрые синеперы и золотистые трывали и кружат стада джекфишей. Тунцы, стремительные в переводе с древнегреческого, относятся к скумбриевым. А ставриды, на латыни грубохвостые, представляют одноименное семейство. Численность популяций и ареалы распространения этих красавцев тоже значительно сокращаются год от года из-за чрезмерного вылова. Скаты-орлики в тропиках и субтропиках есть везде, за исключением центральных частей океанов. Но встреча с ними всегда подарок. Эти родственники акул живут в течении и в своем полете могут за короткое время преодолевать значительные расстояния. Но есть места, где шансы их увидеть выше. Богатые кормом входы в проливы Атоллаху-Ватхук таким относятся. Парящие птицы глубин. Красавцы! Воздух в баллоне заканчивается и надо выходить. Для этого достаточно лишь отцепиться и чуток подвсплыть. Дальше подхватит течение и с бешеной скоростью понесет внутрь лагуны. Кораллы в лагуне довольно чахлые, рыбы немного. Но иногда удается на минутку прервать полет, зацепиться за дно и рассмотреть акулу-няньку или еще кого. Вот мраморный скат-хвостокол. Обитает на дне, на глубине от 20 до 60 метров. Морские черепахи. Они на Мальдивах охраняются, непугливые. В отличие от земных сородичей, не способны втягивать голову и конечности внутрь панциря. Живут по 80 лет. Половая зрелость у самок наступает примерно в 30 лет. Спариваются в прибрежной зоне, гнездятся на песчаных пляжах. Отложенные яйца и только что вылупившиеся детеныши очень уязвимы. Поэтому такие места стараются брать под защиту. Выход на лодку. Все-таки человек – существо земное. И ощутить под ногами палубную твердь приятно. Рядом крутится стая дельфинов. Любопытные, но осторожные. Они близко к себе не подпускают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова